Исаак Левитан Натюрмортные работы сравнительно не многочисленны в его творчестве, но те, которые мы знаем, поражают своей изысканностью, простотой и свежестью. Субтитры создавал DimaTorzok Исаак Левитан чаще всего изображали скромные лесные и полевые цветы, васильки, ромашки, одуванчики. Цветы можно рисовать и писать круглый год. Зимой комнатные, а в марте и апреле подснежники. Потом загораются желтые огни калужниц, купавниц, одуванчиков. Художник расценивал воспроизведение образов цветов как весьма полезное упражнение для мастеров кисти и советовал своим приверженцам постигать этот вид натюрморта. Хотя большинство полотен Левитана этого жанра нельзя назвать мертвой натурой, его цветы не могут сравниться ни с какими иными произведениями в русском искусстве того времени. Они сопоставимы лишь с поздними холстами Эдуарда Мане в европейской живописи. Одним жарким ионским утром Левитан вернулся без написанного этюда, но с букетом одуванчиков. Желтые лепестки уже опали, и оставалось лишь легкое оперение этих неприметных цветов. Сколько ног затаптывало их при дороге, а художник поднял их и бережно принес домой, боясь дышать, чтобы не сдуть бушок. Он очаровался самым хрупким, беззащитным и поруганным созданием и проникся к нему участием. А потом написал букет одуванчиков в простой глиняной крыльке. Всю нежность ложил Левитан в эти зыбкие стебельки и легкий ореол, могущий через минуту осыпаться. Яркие одуванчики вызывают контраст с невыразительным серым фоном. Складывается впечатление, что автор специально использовал такую методику. По отношению к фону одуванчики выглядят очень нежными, ясными и воздушными. Благодаря тому, что не все одуванчики желтые, присутствует и белый цвет. Картина становится еще более свежей. Художник уделяет внимание каждой детали полотна. Посмотрев на эти прекрасные одуванчики, сразу вспоминаются теплые и ясные летние деньки. Манящий запах лугов и полевых цветков. Эти воспоминания приносят каждому человеку различные эмоции. Нежными и хрупкими одуванчики делают еще один прием. Они находятся в глиняном горшке. Вначале кажется, что он достаточно прост. Но в действительности он навевает воспоминания о родном крае, традициях и местных жителях. Тонкие стебельки полевых растений очень грациозны. Желтые одуванчики интересно смотрятся вместе с белыми цветами, которые готовы уже улетать. Они ассоциируются с быстротечностью жизни, которая так же быстро исчезает. Нежность цветов. Их специфику, как предмета живописного выражения, можно увидеть в написанном пастиле натюрморте Сири. Пышные грозни в Сирене здесь уже и композиционно играют основную роль. Им подчинены изображения горшка и передача пространства. Это не столько пространство, в котором можно поместить горшок с букетом, сколько фон, на котором эффектно вырисовываются и подчеркиваются в своем цвете кисти Сирени. Левитан превосходно использовал технику пастиле. Ее мягкую бархатистость для передачи кистей, как больших белых пятен, как бы составленных из мелких звездочек цветов. Цветы хорошо оттеняет листва, как переход к фону. На натюрморте сказываются большие живописные достижения Левитана к этому времени. Он превосходно передает сочетание форм. Эта картина была написана в Тверской губернии в имении Ушаковых. Картина Васильки не характерна для кисти мастера. На данном полотне нарисована только лишь ваза с Васильками. Левитан не нарисовал ни одной детали, которая могла бы отлезть зрителя от Вас. Внимание зрителя просто приковывается к невероятной красоте цветов. Они великолепны своей простотой. На картине изображены полевые цветы, казалось бы, самые обычные и похожие друг на друга. Но под кистью великого мастера эти простые, ничем не приметные цветы, совсем не обычны. Каждый цветок, находящийся в составе этого букета, индивидуален. Он окрашен свой, неповторимый для других цветов, находящихся также в этом букете и оттенок. Зритель может увидеть на картине голубые, фиолетовые и даже белые и розовые Васильки. Когда зритель смотрит на картину, у него создается впечатление, что букет был совран в торопях, без особой разборчивости. Между цветками кое-где выглядывают колосья пшеницы. Все цветы разной длины. Но именно эта небрежность придает особый, неповторимый шарм собранному букету. Художники ставят цветы в вазу, а подбирают то, что еще больше подчеркивает простоту и изысканность букета. На фоне обычного горшка все оттенки Васильков заиграли еще ярче. Становится ясно, что такой букет один единственный. Другого такого просто не собрать. На неприметной скатерти уже лежит несколько опавших цветков. К сожалению, век цветов недолг. Очень скоро скатерть будет услана лепестками этих прекрасных полевых цветов. Художник рисует горшок так, что создается ощущение, что он просто висит в воздухе. Именно такую мимолетную красоту и передал зрителю великий мастер. Глядя на картину «Белая сирень», мысленно переносишься в весну, когда все расцветает и просыпается и начинает новую чистую и свежую жизнь. Листья сирени, темно-зеленые, слегка скрученные, разбавляют изображение белой массы цветков и подчеркивают натуральность и естественность рисунка. Ваза показана обычной, простой объемной формы, чтобы не отвлекать внимание от основной сюжетной линии натюрморта. Однако блики солнечного света, отражающиеся в вазе, также удостоились внимания художника. Тем самым автор пытался передать, скорее всего, во время суток, чтобы еще больше погрузить человека, смотрящего на картину в атмосферу теплого, солнечного весеннего дня, когда сирень набирает цвет и радует всех своим нарядом и ароматом. Задний фон картины очень размыт и неясен. Обычная серая ткань для драпировки при написании натюрмортов. Но именно ее темно-серый с переливами цвет и подчеркивает особую белизну ветки сирени и добавляет к картине контрастности и яркости. Общее впечатление от картины радужное, теплое, нежное и приятное. Она дарит чувство легкости, хорошего настроения и любви ко всему окружающему, особенно к природе и ее достопримечательностям. Картины лесные фиалки и незабудки словно синее небо и белое облако от певца русской природы. Только на полотне не родные просторы, а букет полевых цветов. Одуванчики, сирень, васильки, бессмертник, папоротник и азалия. Мастерская художника после леса превращалась не то в оранжерею, не то в цветочный магазин. Левитан любил цветочные натюрморты и учил своих учеников видеть и цвет, и соцветия. Надо, чтобы от них пахло не краской, а цветами. Элементарная на первую очередь взгляд сюжет букет роз композиционно занимает центральное положение на холсте. От него зависит воссоздание пространства, скорее являющееся затененным фоном, выгодно подчеркивающим и вырисовывающим цвета букета, который состоит из одной малиновой и двух желтых роз, обрамленных скромными листиками, оттеняющими переход колорита цветов к фону. Трехмерность бутонов передается с помощью разнообразия оттенков основных немногочисленных цветов. Солнечные блики, падающие на желтые розы, высветляют их окраску на лепестках до абсолютно белого тона. Художник умел выразить тончайшие нюансы переживаний, так тонко изобразить изящество и красоту формы и колорита сумел живописец, восхищающийся их великолепием и чувствующие перед ними преклонение. Розы позволяют выразить всю причудливость внутреннего мира, сдержанную романтичность и глубокомысленные размышления, просветленную печаль и безудержный восторг. Цветы представляются живыми, полными соками, озаренными солнцем. В них ощущается благородство безыскусности и грации цветов, живописности их изысказности и адах удворенности. Цветы, изображенные художником, способны рассказать о нем, о его душе, взаимодействии и жизни с людьми, самим собой, о его способности уловить настоящее содержание природы, заметить прелесть в незамысловатой. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова